Якутский национально-музыкальный инструмент хомус существует уже много веков, при этом он имеет разные названия. Его называют также хомус, комус, камыс, варган и так далее. Этот музыкальный инструмент известен не только в Якутии, но и во всех азиатских государствах и даже в Африке. Всем привет, друзья! Меня зовут Полина Долинская, и эта программа испытана на себе. Сегодня в рамках нашей программы я освою этот музыкальный инструмент, научусь на нем играть, и кто знает, может быть, в конце программы я даже смогу вам что-нибудь исполнить. Ну а также мы сегодня попробуем узнать, что же такое за национальное вокальное исполнительство «Таюк». Будьте с нами в течение всей программы и узнавайте много нового. Мой преподаватель Варвара Александровна сейчас проведет со мной урок, и начнем его с распевки. С распевки начнем. При народном пении мы распеваемся по мотивам «слухи». Делаем «Ого-го», «Ого-е-ге», 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 «Ого-го-го-го-го-го». «Ого-го-го-го-го-го-го». У нас сейчас «слуши». «О-го-е-ге-ге», «Ого-е-ге», «Ого-е-ге», «Ого-го-го-го-го-го-го-го». Повторяем. А там внутри как будто бы языком так Как будто при глотании Все расслабляем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно Дима Торзок 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 петь да сначала попоем только такой наиболее простейший испытана на себе три строки нормально же и это мама да здесь в этом случае она что-то работает да нет в этом случае пробуждение природы описывает вот эти вот буквы которые там две о две а это тянется тянется 4 строки это буква анарсы да сегердер хорошо так при пении тоюк каждый слог мы выделяем колысах это кто это украшение да такое которое глотки делается вибрацию каждый слог и поем послушайте анырие дойдукам анарсы да сегердер улую и и дойдукам у нас и да да классно давайте попробуем вместе здесь поднимаемся вверх да где 2 а здесь тоже здесь Первым слогу на букву У вверх берем. Три-четыре. А давайте под музыку. Или тут нет музыки? Нет, тут нет музыки. Пою — это импровизация как-то, да? То есть каждый раз поем разными мелодиями. То есть мы сейчас пели, здесь поднимали, да? Вверх поднимались, тянули. Можем сейчас, когда мы второй-третий раз поем, уже в другом месте можем тянуть. Это чисто импровизация. Испытано на себе. А теперь попробуем со вступлением. Джей Бо. Пели же, да, распевки? Сначала Джей Бо, потом текст идет. Три-четыре. Джей Бо, Три-четыре. 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 Снова втор. слово доктор мы сейчас коротко сделали как бы конец можно по длине и вот так до да мы попробуем у меня такой вопрос что касается эсэха то есть это наш национальный праздник и все собираются и есть самый главный запевала алга алга щит который и начинает все это петь но при этом кто бы не приехал они все знают тексты того что он будет исполнять это нет поэтому она и поется одна строчка они повторяю ревизирует и они в эту импровизацию включаются кто ну присутствующие поют один а вот когда сухой танцуют когда сухой танцует там тоже импровизация которые сопровождают повторяются за ним ниже слова это сухо это отдельно это танец это называется вот тогда получается алгиз это же какое-то священное песнопение это импровизационное пение это протяжное пение называем стиле 9 как 9 и народные народное пение песня они они разделяются на 9 пиры и геренеры и еще есть кутур кутуру которая а из решетникова классифицирована но кроме героя то что это посмотрите то есть эта песня которая то есть грубо говоря алга щит это проводник между миром живых с миром духов да вот каждый из студентов которые приходят к вам сюда обучаются они сколько нужно времени для того чтобы он стал тем самым сочетом да нет это студенты не могут исполнять то есть это человек который уже плюс 40 30 лет то есть это именно опыта и возраста опыт и возраст для этого надо здесь мы здесь обучаемся просто практика для того чтобы исполнять англс это отдельное обучение называется углу проходит специальное обучение то есть грубо говоря каждый второй кто научился петь таюку он туда не не попадает в риды алга щита нет а это как-то можно исполнять концертах как приветственный да а бывает ли какой-то конкуренция между алга щитами нет фоне того что вот приходит их время когда вот посвящение может быть что кого из них выбирают лучшим конец все равно можно как-нибудь со временем встать до алга щита в конкуренции нет хорошо попробуем давайте в конце длинный конец давайте с джиги я 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok чтоб между зубами язычок хомуса вот так свободно а возможно язык зацепить редко но можно но можно и левой рукой получается левой рукой у нас работает а правая рука у нас работает кисть руки и ударяем пальцем указательным пальцем ой еще чуть-чуть приоткрыть есть манера игры подражание жаворонка о давайте у нас тут получается работает язык корень языка еще зуб болит и есть вспомогательные слога и кратко и любые открытые я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я вот там что-то еще такое да это вдох да при вдохе выдохе тоже меняется а лошадку как делать лошадку прикрываем указательным пальцем левой руки с обратной стороны а собрать вот сюда держу счет он так не держится спереди и сзади ударяем с этой стороны и с другой стороны еще раз где указательный палец вот так вот так что-то получается получается насколько крепко его прижимаю чтобы он вообще в обратную сторону не ходил есть и другой способ игры там четыре пальца должна играть аж за монгольская как там и ногти мешает и пальцы мешает и зубчат и есть еще второй прием гусиное пение но это тоже самое как и жаворонок только у нас вместо и краткой л и как и работает они корень языка 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 неба нет указательный эффект я ленен я ленен он Это у меня получается. Мы что-нибудь сыграем? Давайте. Что сыграть? А я откуда знаю? Ну, просто можно играть. Испытано на себе. Выступает потомственный ЛГСЧИП Полина Долинская. 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 Ну а что-то получается. Когда я готовилась к съемке, я прочитала, что раньше древние якуты, они даже с помощью игры на хамусе, они через дальние расстояния даже друг с другом и разговаривали. Да. Такое возможно? Ну, сейчас как бы, я не знаю, нет, наверное, сейчас. Но у них это была какая-то символическая? Да, у них получается, там же делятся внутренними этими переживаниями, да. А там не так прямо, там, привет. Ну, ты же не так не говорила, типа, дорогой, что сегодня на ужин? Она говорит, я поймал карачу. Нет, такого нету. Это просто внутреннее переживание. Там жена играет у себя в комнате, получается, тихонечко. Тут муж это все слышит и внутри себя тоже думает, что-то не так. Вот. Все. Да, она такая, я не договорила. И продолжает. Еще я читала где-то, что игра на хамусе своего рода медитация. Да. Почему медитация? Потому что у нас инструмент вибрирующий. И плюс он же получается ударный, духовой и струнный. И мы дышим. Когда мы дышим, у нас успокаивается все. Ну, это что-то уже из йоги, то есть выравнивание дыхания. И плюс идет вибрации по всему телу. Когда мы ударяем, там вибрации. Ну, маленькие вибрации такие. Если не профессионал, просто любитель решил вот так вот в свою жизнь привнести вот эту вот нашу национальную медитацию, так сказать, и купил себе хамус. И дома сам начал играть. Это все-таки сработает? Да, сработает. Потому что, ну, например, мы, у меня, например, когда у меня голова болит, просто играю. Почему? Потому что там вибрации. А, и по сосудам крови так разбегается, да? Ух ты! Это как электрофорез можно заменить. Здорово. Ну, ведь всем нашим телезрителям, чтобы у вас не болела голова, я исполню. Спасибо большое. Вот что у меня получилось за этот урок. Ну, друзья, что я могу сказать? Это все очень хорошо. Мы старались, я старалась как могла. Но все же это дело лучше предоставить профессионалам. И изначально лучше любоваться людьми, которые умеют это делать очень-очень хорошо. Испытано на себе. Еще одно из направлений Якутского музыкального колледжа отделения фольклора – это песни народов севера. И Элла, она является студенткой? Второго курса. Студенткой второго курса. И сейчас она нам тоже расскажет более подробно об этом отделении, что здесь преподают, что здесь изучают. Ну и, как вы можете видеть, музыкальные инструменты тут тоже уже другие. Это что? Они интересуются этим? Да. Мы работаем, чтобы язык, в будущем язык сохранился. Я сама лидер активистской молодежи в КМНС. И кто в этой национальности? Я Эвенкика, сама, среднеколымского луса. И учим якутский фольклор, якутские песни, чабргах, тоюк, ахохай и эвенский, эвенский и когирский. Мы спросим, исполнишь что-нибудь? Ага, я исполню, 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 это по-эвенкийский хоровод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большое вам спасибо, это действительно было очень красиво, это было замечательно. Я прямо в этот момент, мне показалось, что даже солнце за окном стало светить ярче. Друзья, вы можете видеть, что культура нашего края, она обширная и она замечательная, она потрясающая. Именно поэтому каждый наш, с каждым годом праздник ИСЭХ привлекает все больше и больше гостей не только из разных уголков нашей страны, но и со всей планеты. Друзья, это был самый интересный и самый полезный для меня выпуск программы «Испытан на себе». Я многому научилась, я ко многому приобщилась. Я надеюсь, вам тоже было с нами приятно провести это время. А мы с вами увидимся в следующих выпусках. Всем пока!